Книга «Открытым оком». Том 3. Вопрос 1092. Тема «Грех». Если когда тебя обличают, а в душе гнев, хотя и не высказал его вслух, надо ли тогда исповедоваться во гневе? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Не высказал вслух, погибаешь один. Ибо из сердца исходят злые помыслы. Умение владеть собой похвально у мирских людей. Это ценится у христиан, но этого совсем недостаточно. У вас не умерло ваше «Я». Вы не отвергли себя. Обличение сжимает пружину у вас внутри. Вы не благодарите за это обличение. Значит, гнев уже гнездится, и молитва ваша нечиста. Исповедоваться нужно обязательно, но дело вовсе не в исповеди. Исповедь вам не поможет. Нужно оголить все корни и обрубить их. А корни – это ваша ветхая природа, не умершее «Я». То есть вы не сделали даже первого шага в звании христианина. Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Путем рассуждения выйди на тактический простор. Обличи ли тебя справедливо или нет? Если справедливо, то обязательно благодари обличителя и не ищи повода отдаляться от него и подыскиваться под него. А если несправедливо, то поблагодари Бога, что Он так любит тебя, и ты не впал в эти беды, в которых тебя обличают. И тут же благодари Бога за то, что твои настоящие подлинные грехи и проступки обличающие не знают. Бог сокрыл тебя. Притча 9, 7. Паучающий конщунник, она живет себе бесславие, и обличающий нечестивого. Пятно себе. Притчи 15, 12. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Притчи 24, 25. Обличающие будут любимы. И на них придет благословение. Притчи 28, 23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Амос 5, 10. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Притчи 28, 24. Притчи 29, 24. Продолжение следует...